Всем добрый, добрейший день! Сегодня у нас 23 ноября. 23 ноября, завтра начинается Рош-Ходыш, Рош-Ходыш-Кислеф. И мы изучаем главу, которая называется Толдот. Толдот это глава, которая рассказывает о том, как сын Абрама Исары Ицхак, как он женился на рифте, как у него родилось два сыновей Исапа и Яков. Как разворачивалась его жизнь дальше. Мы изучаем историю второго из праотцов еврейского народа. Первый был Авраам, второй был Ицхак и третий будет как раз Яков. И вот мы изучаем, как они жили. Почему, зачем мы это изучаем? Написано, что один из главных законов жизни, назовем это так, жизни Паттория, это дела отцов, знак для сыновей. То есть мы не просто изучаем, как, да, интересно, тут такие вещи скрыты, которые происходят с каждым из нас. Это архетипы, архетипы личности, архетипы реальности, архетипы всех событий. Вот сегодня мы дошли до четвертый день, когда мы знаем, что Ицхак ушел от Элемеллаха, его выгнал Элемеллах, царь Плештим, он его выгнал, говорит, ты стал очень богатый и уходи. Значит, почему он сказал ему уходи? Он думал, что Ицхак забирает у него. Вот когда в некоторых странах, например, они говорят, евреи забирают что-то, да, они зарабатывают деньги, они забирают. Они как раз поступают как Элемеллах, как Элемеллах, царь Плештимлян, который думал очень просто. Он думал, если мы сейчас выгоним евреев, то то богатство, которое получал Ицхак, да, Ицхак получил урожай в сто раз. Он думал, если бы не было Ицхака, тогда бы этот урожай получили бы мы, филистимляне, и он его выгнал. Это была причина, почему он его выгнал. Козы, скоты и так далее, он думает. Еще он поступил по-хорошему, он это не забрал. Он не забрал себе, да, обычно это сопровождалось в Европе грабежами. Грабежами, когда в средние века евреев изгоняли из какой-то страны, вот, например, из Испании, то все, что евреи в Испании зарабатывали на протяжении сотен лет, испанская власть сказала все оставить, и, значит, можно с собой взять только то, что можете на руках унести, все. Значит, но Элемеллах, он Ицхаку сказал, уходи просто. Ицхак ушел, вырыл колодцы, пришли опять филистимляне, выгнали его. Вырыл, вырыл, уже далеко он ушел. Ну, в общем, в итоге сегодня мы читаем Ваяль Мишам Бер-Шева. И он поднялся оттуда уже и пошел в Бер-Шеву. Бер-Шева это был город, в котором жил Авраам, его отец. И это было святое место, потому что там, где живет праведник, там везде святое место. Праведник своими молитвами, своей жизнью, собой, он, как бы, луч вот этой духовной святости, он направляет на то место, где он живет. И показался ему Бог в эту ночь. И сказал, Вайомер, Значит, очень важна здесь такая интересная вещь. Почему Ицкак уходил? Ицкак уходил, потому что он не хотел вступать в конфликты не с тем. У него было то качество, которое называется трепет перед небесами, ирата-шем, это наиверите. И у него было такое качество, которое называется гвура. Он был интроверт, он был повернут внутрь на исправление себя, на медитацию, на изучение своей души, на то, чтобы внутри себя общаться со Всевышним. Ему мешали в этом вопросе люди. Авраам, он был направлен вовне, экстраверт. Он распространял знания о Всевышнем. Он все хотел сделать религиозными. Он всем строил шатры как раз на дороге, и так далее. То есть, он был человек, который распространял знания о Боге. Ицкак, он этого не делал. Он считал так, что из этого может получиться то, что называется хилуляшем, осквернение имени Всевышнего. А вдруг он где-то ошибется? А вдруг он сейчас кого-то обидит, убьет, поранит? А вдруг он думает, я лучше уйду. Бог в этом мире разберется, это его мир. Он как этот мир сделал, значит, в общем, Ицкак, он копал то, что называется новый колодец живой воды. То есть, он углублялся в себя. А что ему сказал Бог? Он ему говорит, не бойся, не бойся, я с тобой везде, я тебя благословлю. То есть, ты не потеряешь свое благословение, оно всегда будет с тобой. И если ты будешь распространять Тору, если ты будешь, что бы ты ни делал, я всегда с тобой. И, значит, и тогда, откуда мы знаем, что именно так ему сказал Бог? И он там построил тогда жертвенник. И начал взывать, видите, Вайкра, это как у нас называется, платформа Вайкра. И Ицкак, он построил жертвенник там, в Бершеве. И взывал он, Вайкра это взывал, Бешем Ашем именем Бога. И он поставил там тоже свой шатер. Это уже было более населенное такое место. И начали копать там рабы Ицкака Бер, колодец. Он там сделал ешиву, вот мы сейчас делать тоже собираемся, онлайн школа жизнь по Торе. То есть, мы не будем волноваться, что вдруг что-то где-то не так. Мы будем строить, копать колодец жизнь по Торе. И вот это сделали рабы Крацицкака, начали копать. Что дальше мы читаем? В Ави Мелах, Аллах и Лав Меграр. А царь Ави Мелах, который его выгнал, он к нему пошел теперь, пошел он к нему из Грара. И вместе он пошел со своим близким, это Пихоль его звали, это был его царь, министр обороны. Сар Цвао, министр над его войском. Они уже пошли к Ицкаку туда. И сказал им Ицкак, Маду Абатым. А им Ицкак говорит, а что вы пришли? Почему вы пришли, Илай? Ваатым санэйтэмоти вэти шалхуни мэйтхэм. Ведь вы же ненавидели меня и отослали от вас. Что вы сейчас ко мне пришли? И вот был вопрос такой, вы пришли ко мне воевать или пришли ко мне с миром? То есть, и то, и то было непонятно. Если вы пришли ко мне воевать, почему вы меня тогда отпустили, когда вам легче же было со мной воевать там, когда вы меня выгоняли, все забрать? Непонятно. Или же вы пришли с миром? Тогда тоже непонятно, зачем вы пришли с миром? Ваёмру. Они ему сказали тогда. Рао, раину, ти, ая, ашем и мах. Они говорят, увидели мы, увидели, что был Бог с тобой. Значит, что они увидели? Они думали же, что когда он уйдёт, останется урожай в сто раз, только его соберёт Эли Мелых. Останется стада, там всё, что было у Ицкака, всё это они сами заберут. Но когда компания, там, я не знаю, руководство компании Apple, ну, грубо говоря, уехало в другую страну, то сам завод он работать не может. И они увидели, что то, что у Ицкака получалось, это было не за счёт их земли, не за счёт того, что он на страну, например, опускается, нети Мазаль, что в этом году соберут урожай, там, сто тонн зерна, и Ицкак, из-за того, что он получил большое урожай, он из этих ста забрал пятьдесят. Нет, они увидели, что всё по-другому. Есть то, что спускается на страну, сто тонн зерна, оно как было, так и есть. А то, что там был Ицкак, ему дополнительно Всевышний спустил пятьдесят тонн лично по его каналу благословения. То есть никак, никак он не влиял, он у них не забирал. И когда Ицкак ушёл со своими стадами, всё опустело. Это как, когда был Гушкатив, там были очень большие всякие плантации, фермы сельскохозяйственные. Когда туда пришли арабы, ничего не работает, пустыня. Когда здесь, в Израиле, было под владычеством Турции, Англии, здесь ничего не росло. Здесь просто был голод, малярия, холера, там вообще всё. Когда в 1948 год возникло государство Израиль, за последние 70 лет, 72 года, 74 уже года, да, здесь просто рай, экспорт, продовольствие и так далее. Всевышний даёт благословения через определённых людей. То есть через определённых людей еврейскому народу он даёт благословения, потому что он обещал Аврааму, Ицкаку и Якову. Когда спрашивают, почему евреи там в Нобелевстве лауреаты, богаты, не потому что евреи лучше или хуже других, а потому что Авраам, Ицкак и Яков, они сумели с невероятным самопожертвованием соединиться со Всевышним и создать этот канал благословения, который действует до сих пор. Значит, и сказали они, увидели, увидели мы, что был бог с тобой. И сказали, И сказали они, пусть будет клятва между тобой и нами. Значит, давай мы заключим союз. Давай заключим союз. Им таасе иману раа, кашер ло, нагануха, кашер асину имха. Они говорят так ему, чтобы ты не делал нам зло, как мы не тронули тебя, когда ты был с нами. А только рак тоф ванишалехеха бешалом. То есть, мы делали с тобой только добро. Мы тебя отослали с миром и не забрали у тебя ничего. Но так же ты поступай с нами. Ата, ата баруха шем. И ты теперь благословенный богом. То есть, они это увидели, зафиксировали и сказали. И вот тут очень интересная вещь. Они ему что сказали? Смотри, мы у тебя не забрали. Это как есть вопрос такой. Одного спрашивают, вы как детей воспитываете? Он говорит, я их бью, наказываю, очень сильно наказываю. Они его спрашивают, а как вы их поощряете? Он говорит, я их не бью. Все относительно в этом мире. Все очень-очень относительно. И они ему сказали, слушай, мы с тобой сделали большое добро. Мы тебя не ограбили. То есть, это отлично, отлично добро мы тебе сделали. Мы тебя не ограбили. Значит, пообещай, что ты нам будешь делать такое же добро. Не делать зла и не будешь нас грабить. Ицка говорит, хорошо. Хорошо, конечно, это мы не собирались. Это как Гольда Мэйр. Она говорила такую очень интересную фразу, что если арабы сложат оружие и перестанут воевать, то будет мир, будет шалом. Если евреи сложат оружие в Израиле, то евреев не будет. То арабы нас убьют. То есть, весь вопрос в том, кто нападает, кто воинственный. Понятное дело, что защищаться – это право каждого. Каждого человека. По Торе, если кого-то хотят убить, то он может даже встать и убить первым. Но нападать не имеет права никто. И интересно, что Бог, он на стороне угнетенного. И эта ситуация, кто угнетатель, а кто угнетенный, она очень быстро меняется. Потому что самые страшные угнетатели – это становятся те, кого угнетали. То есть, когда, например, идет восстание рабов, то они потом со страшной жестокостью уничтожают всех, кого только могли. И мы видим, например, когда была Октябрьская революция, революция, да, вот эта вот, ноябрьская, октябрьская, не помню, в общем, 1917 года. То, что потом они захватили власть. То есть, они вначале были угнетенные. Они говорили, как нас угнетают, и дайте нам свободу. Потом им дали свободу, и что они сделали? А теперь мы заберем у своих угнетателей имущество. А теперь мы угнетателей посадим в тюрьму. А потом мы угнетателей убьем. А теперь мы уже угнетатели. И тот, кто против нас, мы сделаем террор. И пошла волна террора одна, вторая, третья и так далее. То есть, мы видим, насколько легко угнетенный становится угнетателем. Теперь, значит, все. На этом мы сегодня заканчиваем четвертый отрывок. Четвертый отрывок мы заканчиваем. Что сегодняшний урок, пускай будет ли луний шама для поднятия души Моши Бен-Ирина. Мы очень молились за его выздоровление. Но вчера его мы похоронили. Были вчера похороны, 44 года. Хороший такой парень был, добрый, хороший. Из Харькова, где-то в возрасте 35 лет он заболел. Заболел аутоиммунным расстройством у него было. И он от него почти чуть не умер. Он стал религиозным. Он начал соблюдать шаббат. И он выздоровел, практически выздоровел. Женился, родился ребенок. И все-все-все было хорошо, хорошо, хорошо. И тут вдруг бах, у него вся система посыпалась. И значит мы молились. И мы должны были делать операцию по пересадке печени. Но вчера он ушел в лучший мир. Вчера он ушел в следующий этап своей жизни. Ушел полностью с заповедями, с шаббатом. То есть успел жениться, хупа у него была. То есть он уже туда пришел подготовленным, можно так сказать. И Всевышний ему дал еще 10 лет жизни. Потому что он в то время, он уже был практически, он почти умер. Но он выздоровел. 10 лет он практически прожил очень хорошо в Израиле. И значит ушел. Все, значит пусть будет ему лилуни шама нашей уроки. Чтобы поднималась его душа. И значит зашла там в самые лучшие места в раю. Потому что, хотя в раю я думаю, что нет плохих мест. В раю везде хорошо. Но наверное есть какие-то особые места, где постигают мудрость Всевышнего. Постигают праведники. Вот чтобы он там где-то к ним приблизился, мы ему поможем. А все, кто учат Тору. Я всем желаю, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Чтобы Бог. Чтобы он наполнил все запросы вашего сердца для вашего добра. И чтобы выполняя заповеди, вы создавали ту силу, тот свет внутри, который наполнит силой ваши молитвы. То есть это очень все связано. Изучение Торы это свет. Заповеди это как свеча, которую вы зажигаете. Стартер такой. То есть вы зажигаете, включаете свою связь со Всевышним. И потом ваша молитва, она имеет большую силу. И огромную силу имеют молитвы других людей. Потому что тот, что Руаха Бриот Нуах и Мена, тот, что люди им довольны, Бог им доволен. И за этим тоже нужно очень сильно следить. Чтобы ваши мысли, ваши слова, ваши действия, они не причиняли страдания другим людям. А наоборот, добро, радость. И это тоже наполняет вашу жизнь силом, светом, счастьем, которое переходит потом в духовный мир. Все. Всем удачи и успехов. И с Божьей помощью мы продолжаем дело Авраамы Скака Якова. Распространяем знания о Боге по всему миру. Поэтому поделитесь уроком. Подпишитесь на все наши каналы. Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал Ваикра. Мы сейчас уже сделали 7 фильмов о заповедях. Наконец-то просил, просил Дамир, партнер, про Цдаку фильм. Тоже сделали мы про Цдаку заповедь сделали. Очень классный фильм. Вот сейчас появится про Цдаку, про Шаббат, про молитву, про Тору. Значит, 7 фильмов мы уже сняли. И, значит, благодаря помощи семьи Дильман, чтобы тоже у них было благословение во всех хороших делах, в здоровье, во всем, в семье, в потомстве, во всем, чтобы у них было тоже благословение. Потому что тот, кто помогает распространению Торы, то он выполняет очень важную заповедь любви ко Всевышнему. То есть пишет как раз Хафицхайм, что как выполнить заповедь любви к Всевышнему, это распространять знания о нем. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов, до завтра. Спасибо. 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 Спасибо.